В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзан. Здравствуйте. Поездка на троллейбусе закончилась для четырехлетней девочки больничной палатой. ДТП с участием общественного транспорта произошло накануне днем в Дзержинском районе Новосибирска. Инцидент произошел из-за опасного маневра шофера. Он резко затормозил. Женщина не удержала ребенка и малышка упала на пол салона. Девочку забрала бригада скорой помощи. А вот другой ребенок попал под колеса иномарки прямо на глазах у матери. В редакцию нашей программы обратилась женщина, которая рассказала, как ее сын едва не стал жертвой пьяного лихача. Инцидент произошел в СНТ «Строитель». Школьник со своими друзьями и мамой возвращались с моря домой. Неожиданно им навстречу выскочил синий легковой автомобиль на высокой скорости и сбил 12-летнего мальчика. В следующую картинку я вижу, как мой сын уже летит. Мне так показалось, что машина продолжает на него ехать. В общем, там все в шоке. Я слезаю, бегу к нему. Там пылище. Подбегает какая-то женщина. Она тоже видела, спрашивает, жив ли мой сын. По словам матери пострадавшего, ребенок от удара отлетел на три метра. Выжил чудом. Но до конца лета точно пробудет в корсете. Родители до сих пор в шоке. Вдруг слышу какие-то шумы, адские крики. Прикричал мордовка. От страха я, от боли. И потом вижу, что пыль, шум, гам, куча народу подбегает. Открыл ворота. Лёва кричит весь сдотанный. Родители попытались задержать лихача. Тот на ломаном русском сначала сыпал угрозами, потом и вовсе заявил, что ребенок сам прыгнул на капот. Если бы не подоспели очевидцы, водитель вполне мог скрыться. Это был товарищ из Узбекистана без российского гражданства, без российских прав. Как показалось медосвидетельствование позже, когда приехал АГАИ, он был пьян. У него доза превышала в пять раз норму. До прибытия сотрудников полиции ситуация накалилась до предела. Сначала отец пострадавшего мальчика пытался самостоятельно удержать лихача. После каждый второй дачник посчитал своим долгом высказать претензии в адрес водителя. Благо, подоспели инспекторы и не допустили самосуда. Руки убери. Ты бухой, а**. Моя сына чуть не убил. Собираешься ехать куда-то? Я умер, я жду. Стой, жди менту, а**. Руки, а**. Да, конечно. Он пьяный завод, но он чуть моего сына сейчас сбил, а**, и пытается сбежать от ГАИ. Это пьяный, посторонний совершенно человек. К нам не имеет отношения. Он избивает водителя, который сбил. У него еще был друг, он сейчас с девочкой идет. Валим, валим, братишка, валим. Топор потерял. В отношении водителя составили административный протокол и пока отпустили. Родные мальчика, мягко говоря, удивлены. Кстати, в госавтоинспекции нам подтвердили, что тест на трезвость нарушитель провалил. И последнее. 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции. Сегодня ГИБДД празднует свой 88-й день рождения. А мы сделали краткий исторический экскурс. В следующем сюжете расскажем, как менялась служба в Новосибирской области. ГАИ начала стремительно развиваться в послевоенные годы, когда значительно возросли объемы дорожного строительства, а люди стали массово приобретать автомобили. Тогда в Новосибирске сформировали первую дежурную часть. На линии работали всего три инспектора. Водитель, помощник и дежурный. Наряд следил за порядком, передвигаясь на автомобиле ГАЗ-51. Позже в составе ГИБДД появились подразделения пропаганды, регистрации и экзаменации, дорожного и технического надзора. В 1951 году поступил работать РУД, то есть отряд регулирования уличного движения, регулировщиком. Регулировали мы уличное движение по Красному Простекту и в других. Но когда на посты нас развозила машина Полуторка, там у нас тогда-то машины какие, ЗИС-5 были, Полуторки и М-ки. Потом Форды, Студебекеры, потом Виллисы американские. Отделение ГАИ было небольшое. Я же говорил, что четыре автоинспектора. Один был из них по технадзору. В конце 60-х появился эскортный взвод, который занимался сопровождением руководителей и делегаций. Одним из первых испытаний для него стал приезд в Новосибирск французского президента Шарля де Голля. Спустя еще десятилетия создали вертолетный взвод. Инспекторы вылетали в районы со сложной дорожной обстановкой и оперативно добирались до аварий на региональных трассах. Появилась также специализированная монтажно-эксплуатационная служба. В Новосибирске установили светофоры на всех основных перекрестках, нанесли десятки километров дорожной разметки. В 80-е годы появился городской отдел госавтоинспекции, а в 90-х полк ДПС. Сейчас это самое крупное строевое подразделение региона. Общая численность ГАИ Новосибирской области составляет около полутора тысяч человек. Сегодня госавтоинспекции исполняется 88 лет. Это служба, которая всегда на виду. Инспектору госавтоинспекции приходится нести службу в непростых условиях. Он должен постоянно проявлять профессионализм, выдержку и мужество. Сегодня сотрудники обеспечивают безопасность на дорогах, осуществляют регистрацию транспортных средств, прием экзаменов, контролируют содержание уличной дорожной сети, а также проводят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения. Но главной задачей было и остается это предупрежение ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан. В этот праздничный день от всего сердца поздравляю коллег с Днем образования службы. Желаю всем сотрудникам госавтоинспекции нашей области крепкого здоровья, благополучия и успехов. И на сегодня это все дорожные новости. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.